Нет такой профессии «хороший человек», а, как ни странно, большинство работодателей, кто не опирается на какие-то научные данные, а вот выбирает поинтуитивно, так сказать, обычно выбирают хорошего человека. Хороший человек не всегда хороший специалист. И не всегда лояльный. Да там много что. И вот как раз на это и стоит обратить внимание. Профайлинг. Когда человек действительно, когда ты знаешь, кто из твоих партнеров, поломается когда? Еще вот такие моменты бывают, когда интуитивно чувствуешь, что что-то не так с этим человеком. И если нет никакого языка описания, например, того же профайлинга, ты не знаешь, чем описать, и что конкретно тебя насторожило, ты не в состоянии, у тебя нет схемы описания, ты не знаешь, чем это назвать, как это структурировать. Ты просто чувствуешь интуитивно. То ты можешь, собственно говоря, отказаться от всего на всякий случай, потому что ты интуитивно чувствуешь. А на самом деле там загвоздка, я не знаю, в том, что человек очень быстро, например, заводится, психует он, например, очень быстро. Соответственно, твоя задача просто не допускать вот таких вот моментов, а все остальное будет прекрасно. Если ты знаешь, чего требовать от этого человека, если ты знаешь, что вот конкретно он сломается на третий месяц проекта, чуть-чуть сломается, значит его надо поддержать. Что вот он вынесет всю дистанцию, а потом, и только потом умрет. А этот не шатка, не валка, но будет зато вечно. Хотите больше видео? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и пишите нам темы, по которым вы хотите нас услышать и увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok